Angular – это комплексный фреймворк с определенной системой. Изучение такой системы похоже на пазл. Чтобы его собрать, нужно выполнить всего несколько шагов. Сначала нужно посмотреть на всю картину целиком, на уровне идей, посмотреть, так сказать, обложку. Далее необходимо посмотреть каждую деталь в отдельности и изучить ее фрагменты. Из этих деталей попытаться собрать более крупные детали, так называемые фрагменты. Если собранный фрагмент соответствует первоначальной картинке, то в принципе можем считать, что наша цель достигнута. Если нет, то нужно продолжить собирать новые фрагменты и собирать из фрагментов более крупные фрагменты. И разумеется, если картинка будет совпадать с первоначальной, мы будем считать, что пазл собран. Или мы обучились какой-то новой технологии. В этом видео нам предстоит посмотреть на всю систему целиком на уровне идей. Меня зовут Максим Гром и это канал по веб-разработке. Когда мы говорим фронт-энд, на ум приходят несколько задач. Первая задача – это отрисовать верстку. Вторая – это обработать события от HTML элементов, клики и прочее. И третья – это выполнить запросы на сервер, чтобы подтянуть данные, либо отправить данные с формочек. И да, большинство маленьких приложений работает именно так. Но даже маленькие приложения могут столкнуться с типовым функционалом больших приложений. Например, ограничить доступ к части функционала на странице согласно роли пользователя. Или отрисовать мультишаговую форму с большим количеством полей и возможностью сохранять прогресс заполнения такой формы. Ну и конечно же построить двухмерный или трехмерный редактор, используя Canvas и добавив элементы управления, используя Angular Framework. Таких задач в реальных проектах много, и все эти задачи требуют тысяч строк кода для их реализации. Более того, часть этой логики будет дублироваться между разными страницами или разными частями страниц. Часть верстки будет также повторяться между разными контекстами одного и того же приложения. Все это требует хорошей организации кода и соблюдения Solid принципов. А чем солиден Angular я рассматривал в отдельном видео, ссылочка будет в описании. Работая с Angular можно выделить три основные задачи. Первая, разумеется, это работа с версткой или DOM. Мы ж не зря с фронтендом работаем. Вторая задача это, собственно, описание самой логики на чистом JavaScript. В идеале, если эта логика не привязана непосредственно к верстке на HTML, потому что эта логика может быть переиспользована в мобильном приложении, либо в десктоп-приложении. И третья задача это конфигурация первого со вторым. Пунктирная линия я обозначил неявную связь между слоями. Явная связь происходит все-таки через конфигурацию. Для работы с DOM у Angular есть компоненты, директивы и пайпы. Пайпы нужны, чтобы преобразовывать одно значение в другое, в шаблоне. Например, нам необходимо преобразовать некоторое число в дату определенного формата. Для этого пайпы идеально подходят. Директивы, в свою очередь, нужны, чтобы иметь концентрированную логику работы с DOM без непосредственной шаблонизации. Например, нам необходимо к какому-либо HTML элементу подвесить jQuery плагин, либо реализовать условное отображение в зависимости от роли пользователя, или добавлять или убирать класс по различным событиям. Для более сложной работы с версткой используются компоненты. Это решение из трех файлов – HTML файл, CSS файл и TypeScript файл. Компоненты позволяют переиспользовать блоки кода вместе с версткой многократно в приложении. И более того, наши компоненты могут подключать другие компоненты и рисовать их внутри себя. Либо получать компоненты непосредственно от родителя. То есть не сами отвечать за то, какой компонент внутри них будет нарисован, а просто давать для родителя контейнер. Также компонент обладает своим жизненным циклом и является некоторой изолированной программой внутри целого приложения, что делает его универсальной единицей верстки на странице. Для работы с чистым кодом на JavaScript в Angular есть так называемые сервисы. Сервис может представлять из себя класс с бизнес-логикой клиента, так называемой предметной или доменной логикой. Также сервисом могут быть классы, которые обслуживают инфраструктуру Angular. Например, выполняют проверку прав доступа к содержимому целой страницы. Или выполняют дополнительную логику перед каждым запросом на сервер. Замечательно то, что сервис может с легкостью подключать в себя другой сервис, а может быть даже несколько сервисов. Причем эти сервисы могут быть связаны между собой. Таким образом формируется дерево сервисов, которые благополучно должны быть зарегистрированы в центральном сервис-контейнере или инжекторе и могут быть благополучно использованы в компоненте, директиве, даже в пайпе. Все, что нам нужно, это просто указать в конструкторе, что мы хотим получить определенный сервис и сервис-контейнер сделает это дело за нас. Звучит это как лишнее усложнение. Если мы говорим про React или Vue, то мы просто бы заимпортили необходимый объект и пользовались бы им повсеместно в коде. До определенной степени это именно так. Но в случае, если нам понадобится подменить один сервис другим, то вот конфигурация Angular позволит это сделать с легкостью. И для этого у нас есть модуль. Модуль это некоторый класс, на котором навешана директива ng-модуль. В модуле можно декларировать те самые компоненты, директивы и пайпы, причем в большом количестве. Важным ограничением Angular является то, что компонент директива и пайпа может быть зарегистрировано только лишь в одном модуле в системе. По умолчанию компоненты директивы и пайпы являются приватными и могут быть использованы только внутри модуля. Чтобы их сделать публичными, их нужно заэкспортировать. Поэтому наш модуль может экспортировать компоненты директивы и пайпы, которыми будут пользоваться другие модули. Как вы смогли понять, если мы можем экспортировать компоненты директивы Pipe, то значит мы должны каким-то образом их импортировать куда-то. Мы импортируем модули в другие модули. Мы можем импортировать модуль в наш модуль. Модуль также может регистрировать, какой компонент может быть отрисован в модальном окне за пределами основного дерева. Или какой компонент должен отработать, как только модуль будет активирован в системе. Это секция Bootstrap, мы о ней говорили в предыдущих видео. Так как модуль может импортировать другие модули, то он может также и экспортировать другие модули, выполняя в этом случае собирательную функцию. И в завершении модуль может регистрировать сервисы в сервис-контейнере с возможностями подмены или предварительной конфигурации зависимости этих сервисов друг от друга. Но на этом возможности модуля не заканчивается. Именно используя модули, Angular понимает, каким образом собирать пачки JavaScript, которые будут отправлены на фронтенд в момент загрузки приложения. Наше приложение может состоять из сотен модулей и может быть разбито на вот такие вот пачки, небольшие пачки для ускорения загрузки приложения, в зависимости от настроек и от того, как мы будем использовать наше приложение. Существуют вариации, когда мы можем сказать, что этот модуль должен быть загружен при определенных условиях, так называемая ленивая загрузка модулей. Таким образом обеспечивая подгрузку только того JavaScript, который сейчас будет использован, и откладывая загрузку на потом остальной части JavaScript. Все эти возможности мы будем использовать по мере изучения Angular. Надеюсь, общая картина получена, и по мере изучения деталей пазла мы будем лучше понимать, что я пытался сказать этим видео. Наберитесь терпения и отправляемся в новый плейлист по работе с компонентами в Angular. Если вы хотите поддержать мой канал, то в описании есть вся необходимая информация. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok